МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оформление студии программы «Новый день». Цветочная мастерская «Фрэш». Всем доброй среды! Здравствуйте! В студии Яна Попова и Иван Камельков. Правильнее было бы сказать, что возвращение блудного ведущего целый месяц Вани с нами не было. Вот вернулся, сидит как живой. Друзья, всем чудесного дня! Сегодня 26 сентября на календарях. Ян, вообще-то я выполнял очень благородную миссию. Я образовывал других людей, я организовывал очень крупные федеральные проекты, и поэтому я и не блуждал, собственно говоря. Я был полезен в нашей стране. Смотри мне, мы тебя не зря так надолго отпускали. Конечно, ты был полезен, Вань. Ванину тему мы обсудим чуть позже. И посвятим, думаю, целый выпуск его облужданиям, его образовательным процессам. Будет интересно. А сегодня мы поговорим на очень такую серьезную, злободневную и актуальную тему. Сегодня мы будем обсуждать элементы. Да, сегодня поговорим о тех мамах и папах, которые, собственно, не участвуют в воспитании своих детей. Ни физически, ни материально. Проще говоря, об элементах. Как правильно сказала Яна. Расскажем, какие нововведения в законодательстве появятся или появились уже в этом году, и как борются у нас в ангарском городском округе со злостными неплательщиками. В гости к нам придет заместитель начальника судебных приставов по городу Ангарску, и мы с ней об этом поговорим, собственно, пока наша традиционная рубрика Ники Кондратьевой. Ну и денек на ваших экранах. Всем привет! Я точно знаю, что этот выпуск и рубрики Ной денек вы ждете с нетерпением. Все потому, что сегодня я дарю подарки. Подарки? Я по эту сторону экрана вижу, как вы отложили все свои дела и обратили на меня свое внимание. Начинайте помаленьку привыкать к тому, что каждую среду мы с вами играем в игру «Я знаю Ангарск». А еще каждую среду мы подводим итоги прошлых игр. Напоминаю, что 19 сентября, ну то есть прошлую среду, вопрос был связан с названием кинотеатра. В прошлом ангарчане сами должны были посредством конкурса придумать название новому кинотеатру, а вы должны были угадать, о каком кинотеатре шла речь. Русь, Романтик, Темп, Рубин, Изумруд, Алмаз, Парус, Золотинка, Смешинка и Буревестник, а также Серебряная копытца, Легенда, Лунный. И еще пять тысяч других названий. Ого, среди множества названий выбрали только одно – «Дамы и господа, барабанная дробь». Итак, в 1969 году в 12-м микрорайоне открыл двери новый кинотеатр Ангарска, имя которому – Гренада. Всего один человек во время этого интернет-конкурса написал такой вариант ответа. Победительницей стала Евгения Калугина. Поздравляю вас и приглашаю в студию телеканала «Актиз» за своим заслуженным призом. Спонсор игры на этой неделе – студия «Красоты корица». Они и дарят нашей победительнице сертификат на услуги салона. Кстати, а человеку, который предложил название кинотеатру «Гренада», подарили возможность посещать все премьеры кино бесплатно. Круто? Ну еще бы! Ну что, принимаем участие в новом конкурсе? На этой неделе вопрос звучит так. Больше сорока лет назад в городе Ангарске в ДК «Нефтехимик» открылась запись на уникальные курсы по изучению языка. Большее количество желающих изучать язык оказалось среди женщин, студентов и супружеских пар. Какому языку хотели обучаться ангарчане? Варианты ответов, как всегда, оставляйте в комментариях в соцсетях и обязательно ставьте хэштег «Я знаю Ангарск 26 сентября», а после него свой вариант ответа. Победитель получит приятный приз от спонсора недели кофе-студии «Виви». Всем удачи! Обязательно напишите свой вариант в комментариях. Ну а вдруг повезет? Ответ узнаем 3 октября в эфире рубрики «Ной денек». Увидимся в новом дне. До встречи! Цифру, которую я сейчас назову, просто шокирует абсолютно всех. Более 100 миллиардов рублей задолжали неплательщики своим детям. И знаешь, Ваня, эти цифры, наверное, не самые свежие еще. Возможно, сейчас еще больше эти долги. Какая ситуация у нас в Ангарске обстоит с лименщиками, об этом расскажет наша гостья чуть позже. А знаешь, вот жалко в этой ситуации больше всего, конечно, детей, которые становятся заложниками вот этой ситуации при разводе двух взрослых людей. Полностью с тобой солидарен, Ян. Ну и хотелось бы еще затронуть тему законодательства в нашей стране. Об этом мы тоже сегодня поговорим, но давай сначала разберем тему закона в других странах. Да, кстати, это интересно. Как поступают в других странах? Кстати, да, это интересная тема сравнить, как в других странах. Мы с Ваней пошурдили интернет, погуглили, как сейчас принято говорить, и выяснили, что один из самых высоких процентов разводов по всему миру это в Латвии. Но, тем не менее, почему-то должники там не боятся закона, хотя закон к ним довольно-таки строг. За уклонение от уплаты алиментов с должников А взимают 25-30% от заработной платы в среднем, минимальный это размер, лишают водительских прав, родительских прав, отказ от регистрации авто, отказ от выдачи талонов на техосмотр. То есть, так со всех сторон их окружили. То есть, жизни для мужиков в Латвии нет. Да. Друзья, а вот в Канаде с неплательщиками тоже не церемонятся. Они тоже отнимают права, забирают права, отбирают, лишают лицензии на охоту и рыбную ловлю. Кстати говоря, публикуют фото уклонистов в интернете. Не знаю, по-моему, у нас такой практики нет. У нас только распечатывают. Да, и вообще заставляют оплачивать обучение ребенку вплоть до 25 лет, если ребенок, ну, собственно, ребенок в этом нуждается. Ну, решил дальше учиться. Сами же алименты начисляются, исходя из дохода, и, как правило, зависят от договоренности определенных. А вот проблемы алиментов, где они существуют, так это в Индии. В государственных масштабах этой проблемы в принципе нет. Разводов нет. Потому что процент разводов в Индии при живых родителях всего один процент. Практически, в общем, нет. Поэтому проблемы, как таковая в Индии, вот с чем, с чем, но с разводами не существует. Если во многих странах, как в Индии, к примеру, либо в Латвии процент выплат, а, выплаты исчисляются в процентах, то, например, в Германии абсолютно не церемонятся, а установили определенную сумму в размере от 200 до 700 евро, в зависимости от обстоятельств, собственно говоря, и такую сумму выплачивают ярые неплательщики, уклонисты от алиментов, друзья. Да, платят их так же, как у нас в России, как мамы, так и папы. Детям не до 18, не до совершеннолетия, а до 25 лет. А если будут упрямец, то государство тоже очень жестко поступает с такими людьми. Насколько я знаю, процент разводов в Германии, казалось бы, да, страна там на передовых по развитию, по экономике во всем мире, но, тем не менее, с разводами ничего не поделаешь. Процент разводов там 50%. Да, а еще, помимо того, что есть такие меры, да, ограничивающие неплательщики, есть еще и уголовная ответственность. Если в России это год, то в Германии могут посадить уклониста до 3 лет. Вот так вот. А что касается страны восходящего солнца, то там вообще дело обстоит интересно. Там государство попросту не вмешивается в семейные отношения. То есть они вообще не вмешиваются в алименты, не алименты, развелись, не развелись. Просто государству как-то, ну, все равно. Это как-то странно, интересно. А как решаются эти вопросы? То есть сегодня я хочу, плачу, а завтра я не буду платить, и государство никак не будет на это реагировать. На самом деле очень интересно, но тем не менее, даже вот с таким лояльным отношением, к семейным отношениям, у них процент разводов самый низкий, не самый низкий, один из самых низких в мире, всего 25%. Знаешь, мне страшно вникать и разбираться в законах другой страны. Соседней? Да, соседней. Китай. Китай. Как там дела обстоят с неплательщиками, алиментами. Я даже боюсь представить, если честно, Ваня. Если миллиард у нас китайцев живет, что там происходит? Давайте лучше подробнее разберемся в нашей стране, в нашем российском законодательстве, о том, как дела обстоят в ангарском городском округе. Об этом нам расскажет Елена Викторовна Солодуха, заместитель начальника отдела судебных приставов по ангарскому району. Прямо сейчас она появится у нас в гостях. У нас в гостях Елена Викторовна Солодуха, заместитель начальника отдела, заместитель старшего судебного пристава ангарского района. Я как сказала? Ангарского районного отдела судебных приставов. Вот как правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы до нас добрались. Сегодня поговорим об элементах и сразу, наверное, начнем с вопросов. Хорошо. Тема у нас сегодня довольно-таки сложная, актуальная, наболевшая для многих, наверное. Елена Викторовна, есть какие-то цифры, сколько у нас всего злостных неплательщиков в ангарском районе? В настоящее время это более 2500 человек. Только по ангарску. А сколько долги в совокупности составляют? Около 300 миллионов. 300 миллионов. Большинство наверняка из этого числа это мужчины. А вот женщины бывают злостные неплательщики? Конечно. Бывают, бывают, конечно, бывают. Все женщины, у которых либо забирают детский дом, детей, либо они оставляют детей в роддоме, обязаны к оплате алиментов. Наряду с мужчиной. А вот еще, помимо таких случаев, какие случаи бывают, есть основания на то, чтобы подать на алименты? Развод. Развод родителей это основная причина подачи женщин в суд на алименты. А размер сколько составляет? Есть минимальный размер, либо максимальный, или как это все исчисляется? Вообще, это все на усмотрение суда. Как решит суд? Согласно семейного кодекса, у нас размер алиментов может составлять какую-то долю от зарплаты, от дохода должника. Например, 1,4 или 25% заработной платы. Либо размер алиментов может исчисляться в прожиточных минимумах. То есть, на моей практике минимальный размер алиментов составлял половину прожиточного минимума на ребенка в области. А ведь не только при разводе еще же какие-то существуют причины, когда можно платить алименты, когда дети инвалиды, когда муж остался без работы, инвалид, что-то, вот я такое слышала. Да, женщина может подать суд на алименты не только при разводе. Будучи в браке, если мужчина не содержит ребенка, не выделяет средств на его содержание, женщина также вправе подать суд на алименты. Ждут какие-то либо изменения в вашей службе в 2017 году? Какие меры, может быть? Эти изменения сейчас, конечно, обсуждаются, пока еще рано о них говорить, но к тем мерам, которые у нас имеются, это ограничение движения денежных средств по счетам, ограничение получения заработной платы в полном объеме, ограничение права выезда за пределы страны, ну и так далее. еще прибавится ограничение в пользовании всеми государственными услугами. Все услуги, которые предоставляет вот сейчас у нас МФЦ, будут ограничены, если имеется задолженность по алиментам и не только по алиментам. Вот это сейчас как новшество обсуждается. Все персональные данные должников являются общедоступными на основании федерального закона об исполнительном производстве. То есть это не только алиментов касается. Если в нашей службе о вас появились сведения, то мы имеем право размещать вплоть до фотографий и адресов мест жительства все сведения о должнике. Это как способ воздействия? Да, это мера, приводящая к тому, чтобы алименты, допустим, были оплачены. А что делать той маме, бывший муж или гражданский муж, который не имеет официальной работы? Вообще в принципе служба судебных приставов работает только с официальными доходами либо с официальными денежными средствами, так скажем. В таком случае считается, что должник не трудоустроен, не имеет дохода. Это влияет на размер алиментов, причем значительно. Если у него, допустим, размер алиментов установлен 1,4 от заработной платы, которая составляет 10 тысяч, то он будет платить алименты 2,5 а если он официально не работает, то алименты уже рассчитываются из средней зарплаты по России, которая сейчас составляет более 35 тысяч рублей. То есть алименты значительно вырастают. А, вот как. Я думала, наоборот. Я думала, он встает, наверное, на бирже труда и оттуда какие-то копейки. Я думала, вот так, нет? Нет. Интересно? Абсолютно. А вот, кстати, я задела в предыдущем вопросе тему гражданского брака. Вот не расписаны они. Что делать? Как вот быть? Может ли она на что-то рассчитывать? Это ведь там нужно ростово как-то, да, устанавливать, наверное? В этом случае играет роль указание свидетельства о рождении ребенка отца. Если он там указан, то неважно, какой был брак, гражданский или официальный. И другой случай, даже если отец не указан, прежде чем подать в суд на алименты, нужно в судебном порядке установить отцовство. А еще вот интересует такой вопрос. Мы знаем, что алименты платятся до совершеннолетия. А есть ли случаи, когда продолжают платить алименты до 25 лет, до 30? Или в нашей практике такого нет в российском? Конечно же, есть такая практика. И вариантов несколько. Первый вариант, когда должник до совершеннолетия ребенка не оплатил полностью все алименты. Задолженность, которая осталась на момент совершеннолетия ребенка, подлежит к уплате в полном объеме, неважно, сколько уже ребенку будет лет. Там, получается, текущие алименты, выплаты текущих алиментов прекращаются, а вот задолженность накопленная, она подлежит оплате. То есть, в 60 лет меня все-таки как уклониста поймали, и я плачу своему 35-летнему ребенку алименты. Позоришь, еще не пенсионер, по нашему нынешнему и еще и и и и и и Илья Викторовна, а что касается уголовной ответственности для тех людей, которые считаются злостными уклонистами, она существует такая практика? Конечно, существует. Это 157-я статья Уголовного кодекса, часть 1-я лишение свободы до года, либо обязательные работы, исправительные работы. У нас в Ангарском районе за этот год 118 должников привлечены к уголовной ответственности. А кто такие злостные неплательщики? Это, не знаю, у меня превысила сумма долга алиментов. Да, это какая-то сумма тоже превысила? Или что? Это как? Смотрите, мужчина не платит алименты два месяца, мы его сначала привлекаем к административной ответственности. Это статья 5.35 прим.1 кодекса об административной правонарушениях. В основном как наказание применяется такая мера, как обязательная работа. Если он продолжает не платить алименты еще два месяца, мы его уже можем привлечь к уголовной ответственности. Как злостного неплательщика. А по максимуму кого-то наказывали? Вот у нас практика в Ангарске такая есть. Сколько там, до года же лишения свободы? Лишения свободы. Было, да? Несколько случаев лишения свободы. Это должники, которые уже неоднократно судимы по 157 статье. Получается наоборот, да? Не родители платят алименты детям, а дети платят алименты родителям. Есть ли такая практика у нас в Ангарске и с чем-то связанная? При каких случаях такие ситуации возникают? Ну, такие случаи возникают тогда, когда уже ситуация между родителями и детьми очень накаленная. У нас пара случаев таких есть, когда суд присудил все-таки алименты на содержание родителей. Леонидовна, что вы к нам сегодня пришли, все по полочкам разложили. Тема эта все-таки, к сожалению, остается актуальной, наверное, в нашем маленьком городе, округе. Спасибо, что пришли к нам в гости. Приходите еще, теперь на позитивную, может быть, тему пообщаемся. С удовольствием. Всего доброго. У нас в Катя была Елена Виктова-Солодуха. Совпадение это или нет, но сегодня также отмечается День Ломбардов. Поэтому, если вам нечем платить алименты, как говорится, гоу к ростовщику. Занимайте денег и отдавайте своим чадам все, что им полагается. Ну да, в последнее время такой совет, наверное, будет очень актуален, поскольку все-таки показывают цифры, как нам сейчас рассказала Елена Викторовна, процент все-таки должников высок и детей своих оставляют ни с чем. Но все же я верю, что есть совестливые родители, которые в разводе, но тем не менее сами, как говорится, гол как сокол сам, но ребенка в беде без алиментов, без денег не оставят. О других юридических вопросах и тонкостях мы поговорим с нашим юристом Игорем Льговым рубрика Юрист на связи. Всем юридический привет! Меня зовут Игорь Льгов и это Юрист на связи. И сегодня в выпуске. Будьте внимательны, сейчас в Иркутске существует схема, при которой вы остаетесь должны большую сумму денег и при этом лишаетесь машины. Об этом подробнее. А в заключение мы посмеемся над смешными законами города Нью-Йорк. Тема сегодняшнего выпуска автозалог или автоподстава. Мы часто видим рекламу автокредитов. Что это такое? Вы получаете кредит, а в залог оставляете ПТС-ку, документ, на машину. При этом машина остается у вас. И таким же образом поступил и мой клиент. Он обратился в компанию, отдал свою ПТС-ку в компанию. При этом машинка осталась у него. Я художник от слова «худо», поэтому машинка моя будет немножечко. Машинка оставалась у довольного клиента. И вот наступил момент, когда клиент не смог платить деньги. А на самом деле взял-то он немного. Он взял 40 тысяч рублей. И вот когда 40 тысяч рублей он не смог отдать, сотрудники компании позвонили клиенту и попросили приехать его на их парковку для того, чтобы сверить номера и какие-то документы по машине. Он на это повелся, приехал на закрытую парковку, оставил машину, где его вынудили предоставить либо сразу же вернуть уже 160 тысяч, либо оставить машину. По сути, у него забрали машину. Более того, он просто закрыл машину и не отдал даже ключи. Машина находится в собственности компании, проходит два месяца и собственник машины получает штраф. Он видит, что эта машина превышает скорость на Байкальском тракте. Машина, которую он оставил без ключей на парковке компании. Когда он обратился к нам, у нас было два вопроса. Что нам делать? Решать вопрос в рамках гражданского правового направления, либо писать заявление об угоне машины. Но все-таки нам удалось договориться с компанией о чем? О том, что мы отдаем им машину, а они никаких претензий больше к нам не имеют, не имеют претензий к моему клиенту. И для того, чтобы зафиксировать все точки над И, мы сходим в ГИБДД и перепишем эту машину на эту компанию. А компания, в свою очередь, выдаст нам документ, по которому клиент никаких денег им не должен. К сожалению, я не могу утверждать, что это схема, которая распространена в Иркутске, но возможно вы столкнулись с ней. Если вы столкнулись с ней, дайте нам знать, пишите нам в комментариях, находите нас в социальных сетях по хэштегу юрист на связь. Итак, смешные законы города Нью-Йорк. Наличие в витрины раздетых манекенов строго запрещено. Второе, запрещается арестовывать трупы за долги. Третье, в Нью-Йорке мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в штанах, которые не подходят к пиджаку. Интересно, как они реализуют это на практике? Как они определяют, что пиджак не подходит к штанам и штаны к пиджаку? А с вами был Игорь Ильгов и на сегодня у меня все. Знайте и умейте защищать свои права. До скорых встреч! Говорим сегодня с вами об алиментах и выяснилось, что, естественно, есть и другая сторона медали в этом вопросе. Вот наткнулись с вами на такую историю интересную. Сейчас ее поведаем. Ее рассказывает юрист, тоже не наш Игорь, еще один юрист. И он говорит о том, что многие почему-то сейчас охотно берутся за дела алименщиков, потому что начинают выяснять, что есть алчные жены, которых нужно проверять, и поэтому дела все чаще начинают выигрывать. Давай поведаем эту историю. Слушайте, да, постоянно почему-то на слуху отцы-неплательщики. Ну, есть же женщины-неплательщики. Но это не о том. История. Хотела бы рассказать вот о чем. Жил, был мужик, обычный мужик, работал, ну, по профессии был сварщиком, работал на производстве заместительном начальника по хозяйственной части, ну, грубо говоря, завхозом. И подрабатывал еще мастером. Ну, и с ним произошла такая история. Зарплата на выходе получилась неплохая, как мы понимаем. Человек работал, получается, на полторы ставки. В 2014 году развелся с женой, прожили 13 лет, ну, ни много, ни мало. Сыну 9 лет. Сына любил, всегда его баловал, денег ему давал, на выходные забирал. Ну, что-то пошло не так. Да, и все как обычно было. Отчислял одну четвертую от всех видов заработка, покупал телефон, велосипед, своему чаду. В общем, баловать он его не забывал. Ну, что произошло? Когда возникла необходимость обследования ребенка, он тоже, кстати говоря, невзирая на то, что у него не было денег, он взял кредит в банке, он помог с обследованием ребенка, вылечил его, но вот жена после этого подала на него на алименты. Сказала, ах так, денег давать не хочешь, сам везде ездишь. Это, знаете, не совсем в сравнении, но почему-то мне вот на ум приходит, когда вот даешь бедному деньги, да, на улице человек стоит, просит, а он берет вот некоторые, вот раньше такое, повсеместно было, и выкидывает. Не деньги, а хлеб ему даешь. Он говорит, дай на хлеб, а даешь ему не деньги, а хлеб. Он берет просто этот хлеб, выкидывает, ему деньги нужны. Так и здесь, ей просто нужны были деньги. Ах, ты сам обследуешь, не мне деньги даешь, а сам везешь. В общем, начала она подавать на него в суд. В пять разных инстанций подала она иски. В суд об изменении способа взыскания отказали, об увеличении размера алиментов отказали, в прокуратуру и ФНС за сокрытие доходов оба иска отклонили, одно в полицию за похищение ребенка, ей не то что отказали, чуть саму не привлекли за ложные показания. Да, действительно, в общем, мужчине пришлось даже уволиться на время с работы, чтобы проучить свою жену. Он встал на биржу труда и тем самым он наказал свою вот такую бывшую, ненадежную и еще много кучи других слов жену. Да, в общем, и алчную. И алчную, да. Поэтому во всем, конечно, нужно знать меру и здесь как-то немного мы даже в защиту мужчин выступим, потому что случаи бывают все-таки разные и бывают совестливые люди. А вот как вот уже дальше пошли личные отношения между бывшим мужем и бывшей женой и вот так с ребенком все-таки поступать нельзя. Если уделяет время, ну что-то прикопалось, скажем, грубо говоря, просто вот на какой-то обиде накатило, как сейчас принято говорить. Катило надо. Но сейчас мы с вами прервемся и перейдем к нашей любимой заключительной рубрике акцентология. Пришло время рубрики акцентология, в которой мы вместе с вами учим ударение в сложных для нас и для вас наверняка словах. Да, и первое очень сложное слово это слово ссорит или сорит. Как думаешь, Фань, так с первого взгляда? Что проще? Ну, проще в обыденной жизни говорят ссорит. Ну что ты ссоришь, да? Что ты там насорил? Как в обычной жизни неудобно, так в словаре все наоборот. Правильно будет ссорит. По этому случаю пустише. Тот природу не хранит, кто на улице ссорит. Запоминайте это. Постарайтесь запомнить. Следующее слово. Следующее. Тоже на букву С. Столяр. Ваня специально прочитал наручную с двойным ударением. Ну, проще что? Как сказать проще? Ну, проще столер. Почему нет? Или столяр. Проще столяр, да, говорится, но мы выясняли в предыдущих рубриках, что когда в предложении в слове есть буква Ё или Я, то в основном она на себя перетягивает ударение. Это слово не исключение. Правильно будет слово с ударением на букву Я. Столяр. Красит здание маляр, мебель делает. Столяр, друзья. Да, еще одно очень интересное слово убыстрить. Убыстрить хочется сказать, да, слово быстро. Да. Но это, увы и ах, не проверочное слово, слово быстро для слова убыстрить, а правильно будет убыстрить. А, то есть на И, да? Да. Рисуй, умеешь ты творить, это тебе, Вань. Известность надо убыстрить. Да. Да, еще одно слово, которое мы сегодня разбираем, это слово хвоя. А вот это слово наоборот, да, со словом столяр. Я говорила, что буква Я в основном перетягивает на себя ударение, но только не случай со словом хвоя. Опять словарь нас подвел в нашу буберную речь. Серьезно, что ли? Правильно будет не хвоя, Вань, представляешь, а хвоя. Мы привыкли говорить, что хвоя. Нет. Целых, хвоя, хвоя. А, хвоя, да? Да, все нормально. Ты привык к хвою. В Сибири все хорошо говорят. Просто хочешь всегда сказать хвоя, мне кажется. Вот есть два, двестише по этому поводу. Елке не было покоя, нравилась котенку хвоя. Ой, я, я, смотри, я ошибся. Ваня, не крати подозрительный. Ты меня заговорила, главное, сказал все правильно, а вот подчеркнул. И второе. После солнечного зноя свежестью одарит хвоя. Друзья, запоминайте вместе с нами, потому что очень важно, чтобы мы грамотно с вами разговаривали. И еще одно интересное слово, на котором мы все делаем ошибки. Слово завидно либо завидно. Тебе как хочешь сказать? Не, завидно, завидно, но мне завидно. Ну, всегда я так привык в детстве говорить. Ваня было всем в детстве завидно. Я привык так говорила, что мы завидно и этому завидно. Вообще, Вань, говорил ты в детстве неправильно, хотя, знаешь, возможно, каждый раз правила русского языка меняются, может, в детстве ты говорил правильно, но сейчас правила русского языка нам действуют, что завидно, не завидно, не завидно, Не завидно, а завидно Есть при всех конфеты Стыдно, поделись, ведь нам завидно Да, именно такие ситуации у меня были в детстве Вот такая вот была сегодняшняя программа Говорили мы сегодня об алиментах Любить своих детей и бросать своих детей Хотелось бы всем пожелать, чтобы потом не оказаться в такой ситуации с выплатой алиментов А мы с вами прощаемся Всем позитивного гороскопа Всем удачи, всем пока Увидимся уже в следующей передаче Всем до свидания Гороскоп на 26 сентября Овен Отличный день для любых полезных мероприятий Настроившись на деловой лад, вы будете действовать максимально эффективно Телец На переговорах и любых важных встречах старайтесь больше слушать, чем говорить Близнецы Это очень удачный день для работы А также для достижения любых целей, связанных с профессиональной самореализацией Рак Это подходящий день для того, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны, знания и навыки Лев Привычная работа может оказаться скучной, а вот новые дела вдохновят и вызовут неподдельный энтузиазм Дело Будьте внимательны Это не самый легкий день, вероятность ошибок высока Будут смешиваться профессиональные и личные интересы Весы В этот период звезды к вам благосклонны, и этим стоит воспользоваться У вас появятся отличные идеи Скорпион Можно и нужно использовать свое обаяние в деловых интересах Вы без труда очаруете людей Стрелец Благоприятный день для интеллектуальной работы Решение сложных задач и составление долгосрочных планов Козерог Вы будете настроены романтично и склонны многое видеть в розовом свете Любой пустяк может стать поводом для радости Водолей Помните, что в этот день можно добиться значительного прогресса в самых важных делах Рыбы Настройтесь на серьезный лад Не время потакать своим капризом Помните о целях, которые вы поставили перед собой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова